Добрый день, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать на вебинаре Близнецы. Меня зовут Ирина Мостова и сегодня я вам прочитаю лекцию. Первая часть лекции «Как работать с ангелами». «Призовите ангелов в действие в вашей жизни». Иисус сказал святой Терезии Авельской, «Я хочу, чтобы ты отныне общалась не с людьми, но с ангелами». Слово «ангел» образовано от греческого слова «ангелос», означающий «посланник». Кто такие ангелы? Ангелы – это действительно вестники, но также помощники, целители, учителя и друзья. Мне нравится думать об ангелах как о продолжении присутствия Бога, созданных быть углами божественного сознания. Они представляют и усиливают божественное качество, и они дают нам возможность очень личной поддержки, которая нам необходима для нашего временного пребывания на земле. Святой Василий говорил, в учении Моисея сказано, что у каждого верующего есть свой ангел, который ведет его как учитель и пастырь. Отцы церкви раннего периода утверждали, что у каждого города и деревни, даже у каждого церковного прихода и семьи, есть особый ангел-хранитель. Иудеи и некоторые ранние христиане учили, что даже у народов есть собственные ангелы-хранители. Ангелы в разных религиях мира в исламской традиции говорят, что четыре ангела призваны защищать каждого из нас, два в течение дня и два ночью. Они, должно быть, работают круглые сутки посменно. Остальные ангелы описываются как благочестивые путешественники, которые обследуют страну и сообщают Аллаху все, что они наблюдают. В учении Зарадустры, Амеша Спента, семь благих духов, сравнимые с архангелами иудейско-христианской традиции, или с свирот-каббалистов, персонифицируют божественное качество и призваны сокрушать зло и творить добро. Вселенная основана на свободной воле и сотрудничестве. Некоторые люди говорят, если все эти ангелы ждут, чтобы помочь нам, тогда почему до сих пор они ничего не сделали с этой проблемой в моей жизни или в моем окружении? Но эти люди не понимают, что Вселенная не работает. По принципу управления сверху донизу, она основана на свободной воле и совместной работе в одной команде. Когда Бог создал нас, Он дал нам свободную волю, чтобы мы могли проявлять свою индивидуальность. Бог не открывается. Бог не отказывается от своих слов. Он уважает нашу свободную волю. Вы можете представлять себе землю, как лабораторию, в которой Бог дал нам свободу экспериментировать и развиваться. Если бы как снисходительный, чьи еще заботливый родитель, Бог посылал своих ангелов врываться и останавливать нас всякий раз, когда мы вот-вот совершим ошибку, мы не ощущали бы последствий нашего правильного или неправильного выбора. А ведь именно так мы усваиваем жизненные уроки и духовно растем. Итак, согласно Вселенскому закону, нам необходимо просить Бога и ангелов вмешиваться в наши дела. Когда мы действительно просим, мы вручаем им полномочия действовать в наших интересах и делать то, что лучше для нас. Мы вступаем в партнерские отношения с Божественным началом в союз неба и земли, и начинается командная работа. Временами мы можем не осознавать надвигающуюся опасность, и все-таки даже не спрашивая о своем вмешательстве, ангелы работают сверху ручно, чтобы предупредить и защитить нас. Это особенно верно, если мы установим длительные отношения с ангелами. И если у нас есть опыт призывать их в свою жизнь, ангелы могут прийти к нам на помощь. И в том случае, если кто-то помолился за нас, или если мы приобрели особое покровительство в ответ на некое благо, которое мы совершили в прошлом. К счастью, нам нет нужды сидеть и ждать, чтобы случились чудеса. Чем больше мы узнаем о том, как работать с ангелами, тем больше они могут помочь нам творить чудеса каждый день. Для обращения к ангелам нет слишком больших или слишком маленьких проблем. Идет ли речь о том, чтобы вернуть то, что вы потеряли, или придать вам достаточную силу, чтобы освободиться от старых обид, помочь найти новую работу или даже прекратить войну. Хотя мы склонны думать, что все ангелы выглядят и действуют одинаково, Ориген Александрийский учил, что все существа выполняют различные обязанности, соответствуя их предыдущим действиям и заслугам. Даже архангелы и их ангелы-помощники специализируются на определенного вида работах. И мы можем призывать разные группы ангелов, чтобы они помогали нам в различных сферах нашей жизни. Это не занимает много времени. Когда вы чувствуете себя под грузом забот или столкнулись с проблемой, вы можете быстро вслух произнести молитву, чтобы ангелы спустились к вам домой или на работу, или туда, где вы находитесь в том момент. Бог хочет, чтобы мы управляли нашим миром и использовали свободную волю, чтобы укреплять божественные партнерские отношения с Духом. Это одна из причин, по которой мы находимся здесь, на Земле. Сколько же времени реально требуется, чтобы направить ангелы в ситуацию, в которую нужна их помощь, назвав конкретные обстоятельства, на которые мы хотим, чтобы они повлияли? Примерно 30 секунд. Как изменился бы мир, если бы каждый час мы тратили всего 30 секунд на небольшую молитву и посылали ангелов на выполнение их обязанностей? Когда вы смотрите новости, вы даже можете выключить звук во время рекламы и призвать ангелов. Одна молодая женщина сказала, «Используя науку извлеченного слова, я могу сделать что-то хорошее для мира, где бы я ни находилась, дома, в машине, путешествуя в горах. Я могу эти минуты своей жизни посвятить чему-то полезному, вызывая в защите и помощи для тех, кто в них нуждается. Помните, когда вы произносите молитву вслух, не будьте слишком робкими. Вы можете произносить эти призывы, как динамические команды. Чем больше усердия вы проявите, тем больше будет ответ с небес. Сколько дней вам нужно молиться о конкретной проблеме, прежде чем вы увидите результаты? Это зависит от того, насколько серьезной является ситуация и сколько Божьего Света требуется, чтобы разрушить тьму. Многие годы одна женщина каждое свое утро начинала с молитвы и веления в защиту детей и молодежи во всем мире. Она бы и сегодня делала это, если бы была здесь среди нас. С другой стороны, один пламенный искренний призыв сердца может все вокруг изменить. Творите свои чудеса каждый день, работая с ангелами. Давайте посмотрим, какую работу выполняют архангелы в иерархии света. Архангел Михаил. Его сфера – компетенция, защита, сила, вера, добрая воля. Архангел Эйфиил отвечает за сферу мудрости, понимания и просветления. Архангел Чемуил наделяет нас любовью, состраданием, добротой, благотворительностью. Архангел Габриил проявляет чистоту, дисциплину, радость, и он поможет нам в этих делах. Архангел Эйфиил. Его сфера деятельности – это истина, наука, исцеление, изобилие, видение и музыка. Архангел Урил отвечает за служение, богослужение, мир и братство. Архангел Заткиил поможет нам быть более милосердными. Он отвечает за сферу компетенции, милосердия, прощения, справедливость, свобода и трансмутация. Творите свои собственные чудеса, каждый день работая с ангелами. Во-первых, опишите ситуацию, в которой вам или кому-то еще нужна помощь. У каждого из семи архангелов и их помощников есть своя область компетенции. Если можно так сказать. Из таблицы на предыдущем слайде видно. Выберите архангела, с которым вы хотите работать, того, кто специализируется в интересующей вас сфере. Каждый день, когда у вас есть промежуток между занятиями и перерыва в работе, громко от всего сердца, призовите этого архангела. Будьте конкретны в своей молитве и подходите к ней творчески, точно называя проблему и результат, который хотите видеть. Вот пример молитвы, которую вы можете использовать. Архангел, например, архангел Михаил. Здесь вы можете вставить имя любого архангела. И твои отряды ангелов придите на помощь и примите на себя управление. Здесь вы вставляете конкретно ситуацию, место и результат, который вы хотите увидеть. И далее. Я прошу тебя решить проблему наилучшим божественным образом и приумножить мои молитвы на благо всех душ подобных затруднительных положениях. Прознесите молитву, передайте свою проблему в руки ангелов, визуализируйте решение проблемы, как будто оно происходит перед вашими глазами. Вы получаете прекрасную работу, неустойчивые отношения укрепляются, уровень преступности в вашем районе и городе снижается, и вы обретаете мир и гармонию. Больше информации, как работать с ангелами, вы получите в книге Элизабет Клэр Профит «Как работать с ангелами». Элизабет Клэр Профит является духовным учителем, посланником Великого Белого Братства. Вы также можете больше ознакомиться с информацией, как правильно читать веления и молитвы в книге «Наука изреченного слова». И на вашем духовном пути необменно поможет книга «Космические часы». Итак, для того, чтобы мы закрепили прослушанный материал, мы посмотрим видеоролик «Как работать с ангелами». магида «Как делать с ангелами» в том, что сказал escaping play « polsk bad tiger». annual сосудanes «� aggregи finance с ангелами» «вершем цепета» «